Всем привет, друзья! Меня зовут Гарик Барулин, и сегодня мы с вами затронем такую тему, как работа с микрофонами внутри библиотек «Контакт». Вопрос важный, но часто игнорируется даже опытными музыкантами. Так что все, кому интересно, прошу за мной. Для начала возьмем библиотеку хора «Океания» от Performance Samples и запишем небольшой фрагмент. Ну так вот, очень часто, когда дело касается реальной ситуации, то есть написания трека и его сведения, то в большинстве случаев люди берут за отправную точку вот это, если можно так выразиться, дефолтное звучание библиотеки. Однако мы можем несколько кастомизировать сигнал и сделать его более подходящим к контексту всего микса. Давайте повнимательнее взглянем на интерфейс нашего инструмента, а именно на две вот эти крутилочки «Close» и «Far». С помощью них мы можем регулировать баланс микрофонов, которыми была записана библиотека, как следует из названия «Ближних» и «Дальних». Послушаем их по отдельности, используя опцию «Соло». Сперва более близкие. И теперь дальние. Думаю, несложно заметить, что в случае с микрофонами группы «Far» мы слышим больше пространства зала, в котором был записан хор. А у «Close» микрофонов, в свою очередь, звучание более сухое. Теперь о том, как выстраивается баланс. Что ж, тут жестких правил не существует, и все зависит от ситуации. От остального микса и от творческих задач, от нашего творческого замысла. Тем не менее, лично я со временем пришел к тому, что мне все-таки нравится, когда хор априори звучит более широко и объемно. Для этого я в миксе добавляю микрофоны дальнего поля и немного увожу в минус ближние. Теперь предлагаю послушать, как это работает на практике. Ну, сейчас, естественно, для примера накрутим что-то более радикальное, чтобы четче уловить разницу. Я думаю, разница заметна. Ну что ж, вернемся к дефолтному значению балансов и посмотрим, какие еще опции нам доступны. Вот здесь ниже мы имеем возможность панорамирования каждой группы микрофонов по отдельности. И это очень крутая фишка. Потому что при панорамировании контактовских библиотек, в особенности библиотек оркестровых инструментов, не очень здорово использовать, например, вот здесь функцию панорамирования или на треке. Подробно данный вопрос уже был освещен в видео под названием «Панорамирование оркестровых библиотек». Ссылка будет доступна в описании. И если в библиотеке есть возможность сместить влево-вправо только ближние к инструменту микрофоны, лучше будет воспользоваться ей. И как мы видим, производитель поступил точно таким образом. То есть по дефолту в библиотеке «Океания» ближние микрофоны женского хора смещены несколько влево. Это делали очень грамотные люди, которые знают свою работу, и они поступили именно таким образом. Еще раз на всякий случай повторюсь, делается это для того, чтобы в меньшей степени затрагивать панораму пространства зала. То есть инструмент у нас перемещается влево-вправо, а зал остается на месте, по центру. Ну, с хором это, конечно, достаточно условно, потому что в ближние микрофоны все равно зал попадает с лихвой. Ну и в завершении у нас есть возможность вывода звучания каждой группы микрофонов на разные стереопары. Например, для того, чтобы применять к ним индивидуальную обработку. Но это уже тема, конечно, для отдельного большого разговора, а мы с вами идем дальше смотреть микрофоны. Ну и раз уж мы заговорили про хор, предлагаю обратиться к библиотеке «Куайр Эссеншелс». Опять же, запишем какой-нибудь фрагмент. Как мы видим, здесь нам доступно уже три вида микрофонов. Опять же, послушаем их по отдельности. Вот тут есть функция соло. Вот такой метод сольного прослушивания — это очень хороший способ понять, за что отвечает каждая группа микрофонов, и определиться с тем, нужна ли нам эта составляющая в миксе, и если нужна, то в каком количестве. Давайте представим себе ситуацию, в которой нам понадобилось максимально отдалить наш хор. Обратите внимание, для этого не обязательно первым делом хвататься за свой любимый ревербератор. Что мы можем сделать? Например, выключить клоуз микрофоны и добавить холл. Для начала послушаем дефолтное звучание библиотеки, а потом произведем уже обозначенные манипуляции. Поехали. Отлично. Заметьте, я не говорю, что это правильный и единственно возможный вариант, но в определенных условиях такая техника может отработать очень хорошо. Теперь давайте поступим наоборот. Вернем клоуз микрофоны, а микрофоны, отвечающие за пространство, уведем вниз. Ну, думаю, понятно. Идем дальше. Вот здесь у нас возможность вывода звучания каждой группы на отдельные стереопары. Тут панорамирование. Это мы уже рассматривали. А вот дальше уже кое-что интересное и необычное. Вот эти манипуляторы в форме двух пересекающихся кружочков дают нам возможность работать со стереополем, например, расширять его. То есть фактически это такой встроенный стерео-аймиджер. Мне очень нравится делать более широким звучание групп микрофонов, отвечающих за пространство. Так и все звучание сразу становится более масштабным и объемным. Сперва послушаем дефолтное звучание, а потом добавим немного здесь и чуть-чуть побольше здесь. По-моему, очень здорово. Ну и для закрепления обратимся к библиотеке Metropolis Arc часть первая и запишем какой-нибудь простенький пример. И да, ребят, прошу прощения за то, что сыграно все очень криво. При записи видео, к сожалению, возникает задержка. Итак, откроем секцию микрофонов. Вот здесь. В данной библиотеке для группы струнных инструментов их доступно уже четыре вида. По дефолту, если я не ошибаюсь, подключены две вот эти группы и баланс громкости у меня уже смещен в силу предпочтений, которые выработались с опытом. Еще разок послушаем, как звучит данная конфигурация, а затем добавим оставшуюся группу микрофонов. Поехали. Ого! Вот это я понимаю пространство и объем. Причем слышим мы не какой-то сторонний плагин, а естественную реверберацию концертного зала, в котором была записана группа струнных инструментов. Ну, это очень круто. Естественно, эти балансы четко выверяются, и здесь очень важно не перестараться. Особенно это касается микрофонов всю раунд. Ну и как в других продуктах, здесь нам доступна функция панорамирования и выводы на разные каналы. Ох, братцы, признаюсь честно, на ранних этапах своего творческого пути, когда я только начинал изучать библиотеки, я очень долгое время вообще не обращал внимания на вот эту секцию с микрофонами. А возможности она в себе хранит очень и очень широкие, и их точно не стоит игнорировать. Но чрезмерно этой темой тоже не надо увлекаться, потому что на первом месте у нас все-таки, конечно, музыка и творчество. Ну что ж, друзья, на этом наше очередное собрание любителей музыки подходит к своему логическому завершению, и я хочу поблагодарить вас за внимание. Спасибо, что смотрели. Я очень надеюсь, что было интересно и полезно. Также хочу напомнить, что у нас с вами есть группа ВКонтакте. Обязательно вступайте, будем знакомиться и общаться. Также с недавних пор у меня появилась своя страница на Boosty. Там вы можете не только выразить свою поддержку и поддержать выход новых видео, но туда будут заливаться эксклюзивные и интересные материалы. В частности, сейчас партитуры для всех воссозданий треков заливаются исключительно на Boosty. Ссылки на все эти ресурсы доступны в описании к данному видео, а также в шапке канала. Ну а на этом я со всеми прощаюсь. Как обычно, желаю вам свежих творческих идей. Удачи и пока. Увидимся.